Приветствую вас, друзья! На канале «Хочу поделиться» канал открытых живых диалогов о невыдуманных актуальных темах со всеми, кто заинтересован в формировании и воспитании здорового ребенка. Сегодня у нас очень непростая тема это расстройство пищевого поведения и я с радостью готова представить безусловного эксперта, своего коллегу Сергея Гудкова. Сергей Гудков, кто вдруг не знаком, психотерапевт, гипнотерапевт, автор и соавтор книг «Как похудеть без диет, запретов и калорий», 33 секрета стройности, самогипноз и активное самовнушение, отношения мужчин и женщин, краткий путеводитель для женщин. Сергею, безусловно, слово и, собственно, хочется начать вообще с того, что такое расстройство пищевого поведения, потому что очень много мифов, очень много странных объяснений, возможность рассказать подробно, кто не сталкивался вообще, что такое РПП. Всем привет. Ольга меня представила. Меня зовут Сергей. Я по образованию доктор, психиатр, психотерапевт. И моя задача сегодня как-то осветить, затронуть эту тему РПП. Но я думаю, что наш разговор сегодня будет гораздо глубже, потому что РПП связано с мировым заговором против женщин, с контролем мышления. И мы эти темы сегодня немножко раскроем. Вот так, да. Зачем читать скучную лекцию? Критерии нервной булимии. Запишите критерии А. Приступы переедания. Критерии Б. Это переедание должно быть не менее чем два раза в неделю на протяжении шести месяцев. Бам-бам-бам. Да? Нет. Мы поговорим о более актуальных вещах. Но для начала я коротко отвечаю на вопрос про РПП, а потом мы делаем просветляющие упражнения. Итак, расстройство пищевого поведения. Расстройство. Раньше в психиатрии был принят термин болезнь, но сейчас принято мягкое слово расстройство. Оно означает, что есть проблема, есть страдания, есть нарушение функционирования, но мы не знаем точную причину. Скорее всего, этих причин много. Есть куча факторов, которые на это влияют. Ну вот как в травматологии. Там кость сломана, видно осколки вот здесь и здесь. Или в инфекционных болезнях есть вирус, или есть бактерия. Есть четкая причина. Вот в психиатрии такого нет. Поэтому говорят, расстройство. То есть, что-то не так, но вот конкретную причину мы точно знать не можем. Но лечить можем. Ну или по крайней мере пытаемся. Пытаемся, да. А когда у нас не получается, разводим руки и говорим, ну увы, медицина не всесильна. Да, увы. Да. Вот, то есть расстройство, нарушение функционирования, пищевого поведения. То есть, это когда нарушается пищевое поведение или пищевые привычки, так что у человека есть проблемы со здоровьем, есть проблемы какие-то соответствующие психические и с социальным функционированием. Если это непонятно, то тогда, говоря более простыми словами, человек ведет себя достаточно странно, так что сам себе вредит. Обычно это еды слишком много, еды слишком мало, это безумный контроль приема пищи и или фигуры, и или веса, когда вся жизнь, можно сказать, сосредотачивается на этом. Вот одна из современных теорий РПП, это Кристофера Фаерберна, который считается одним из ведущих исследователей в мире сейчас. Суть РПП – это сверхконтроль того, как человек ест или как он выглядит, или сколько он весит. Чаще всего все вместе. И вот этот сверхконтроль начинает поглощать всю остальную жизнь и у человека возникают проблемы. Но об этом чуть позже мы поговорим. Сереж, сразу вопрос. Правильно я понимаю, вегетарианство, сыроедение, правильное питание, диета – это все сюда? По большому счету да, потому что есть ограничения, есть специфические расстройства пищевого поведения, когда, допустим, мы говорим, что это РПП проявляется перееданием, это РПП проявляется недоеданием. Но есть неспецифические расстройства, когда нельзя четко сказать это то или то. Их, кстати, больше половины среди всех РПП. И вот то, о чем ты говоришь, это ограничение, это сверхконтроль по критериям это попадает под РПП. Мы по всей этой женщине тогда все должники этого РПП. Вот я говорил, что РПП – это такая вещь, которая, ну, не то, что специально сделана, но, мне кажется, она как-то выплыла на поверхность и с ее помощью людей контролируют. Да. Не больше и не меньше. Потому что РПП забирает очень много сил и тогда на все остальное не хватает. Например, на другую жизнь, на социальную активность какую-то, когда все внимание человека сосредоточено на недостижимом идеале, сколько я должна весить или должен весить, как я должен выглядеть, что если у меня кубики вот не такие рельефные, то все, жизнь не удалась. И все усилия сосредоточены на этом. И не, ну, и почти ни на чем больше. Это же очень удобно, что человеку каждый раз подсовывают вот этот вот. Смотри, вот пока у тебя этого нет, ты не можешь чувствовать себя хорошо и свободно. Вот вначале это достигни, а уже потом поговорим про все остальное. И люди все время сбрасывают усилия в пустое. Понимаешь? Слушай, ну, а когда женщина как раз-таки начинает следить за своим весом, я думаю, что, кстати, вообще, кто хоть раз сидел на диетах? Все, наверное, все, да. И я думаю, что есть такая корреляция, когда мы сбрасываем вес, мы начинаем чувствовать себя лучше, да? Ну, нравится свое отражение в зеркале, как минимум появляется мотивация, надеть купальник красивый, да? Как это? Да, да, конечно. Но как только, обрати внимание, как только человек сбрасывает вес, возникает следующий вопрос более глубокий, как мне потом это сохранить? И если сброс веса идет, это уже физиология, за счет жестких ограничений, за счет ограничений в питании, с низкой калорийностью или за счет голода, возникает так называемый синдром голодовки, когда метаболизм тормозится, а сетпоинт, сетпоинт, установочная точка, вес задан генетически во многом процентов, наверное, от 60 на 70, если не больше. То есть, когда рождается ребенок, при условии, что все нормально, ребенок развивается так, как должно, он должен вырасти во взрослого человека с таким-то ростом, шириной плеч, шириной, толщиной запястья, шириной таза, цвет глаз, цвет волос и с таким-то весом. Это небольшой диапазон, там плюс-минус, сетпоинт. Как только человек создает себе жесткие ограничения, это тормозит метаболизм и сдвигает сетпоинт вверх, потому что мы на генетическом уровне запрограммированы бороться с голодом, потому что вся история человечества до недавних времен, и то не у всего человечества, это что? Борьба с голодом. Люди все время недоедали. Поэтому у нас генетически есть механизмы, которые просыпаются, как только есть вот эти неблагоприятные условия, они подают сигнал, что жизнь опять опасна, мы столкнулись со старой угрозой, что нужно делать? Первая реакция. Тормозим метаболизм, отсекаем все лишнее напрочь. Вторая реакция. А вот когда опять, условно говоря, наше племя поймает мамонта и можно будет есть от пуза, надо на всякий случай запасти побольше. Сетпоинт сдвигается вверх. Я уже слышал сотни историй о том, допустим, приходят иногда клиенты ко мне в возрасте за 50 лет, и печальная история. Вот сейчас у меня вес 120-140 килограммов. А первый раз начала худеть, мне было 22 или 25, весила 65, но хотела весить 60. Вот мне не хватало этих 5 килограммов. Собралась, посидела на диете, даже дошла до 58, чувствовала себя превосходно, потом раз, 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 незаметно дошла до 68. Потом опять начала худеть, дошла до 62 и никак больше. Потом опять набрала вес, но уже до 73. И вот, то есть получается, что вот это вот движение, вот оно с какими-то колебаниями, то есть тренд вверх, это торможение метаболизма на уровне физиологии и сдвиг установочной точки, сетпоинт. Это биология, против которой пока невозможно ничего сделать. Может быть, никогда мы не сможем это изменить. И когда ко мне приходят люди вот здесь, в такой ситуации, после нескольких десятков или даже более чем сотни попыток похудеть за счет жестких ограничений, я говорю, давайте мы это разберем. Что произошло? Да, были жесткие ограничения. К чему это привело? Люди думают, что не хватает силы воли. Против природы нельзя переть, тут никакая сила воли не поможет. Я говорю, видите, что вы сейчас хотите? А первый запрос, обычно, вы знаете, я хочу наконец-то замотивироваться как следует, чтобы себя взять в руки и в этот раз похудеть. Ну да, у вас будет какая-то мотивация, возможно, вы опять себя ограничите, и что будет? Да. И скорее всего будет потом следующий подъем еще выше. То есть первая задача здесь понять, что вот эта вот попытка решения проблемы, снижать вес, это как раз то, что поддерживает проблему. Что делать? Нужно хотя бы остановить вот эти безумные попытки. У меня как-то был клиент, очень хорошо образован, и он так и говорил, это пищевое безумие. Я, говорит, сам на себя смотрю и понимаю, что да, у него было питание хаотичное, потом пытался взять себя в руки, сидел на каких-то диетах, он говорит, это тоже безумие. Я, говорит, чувствую, что я делаю какой-то вред для себя, ну, вроде правильно же худеть, но с другой стороны это мне так трудно. Это, говорит, действительно безумие. Давайте мы сделаем просветляющее упражнение. Давайте. Мы ответ узнаем сегодня, в конце концов. Какой ответ? Как раз что с этим делать? С чем? С расстройством пищевого поведения, как остановить набор веса? Есть ли способ? Да. Скажи, что есть, и какие три продукта надо исключить, чтобы никогда больше не набирать вес? Да. Вот тоже ошибка. Все в нашей голове, да? Мне нужно перестроить голову. Нет, нужно вначале заниматься телом. Нужно понимать, чего хочет тело. Вначале нужно нормально кормить тело, чтобы не было голода. Потому что обычный цикл голод-переедание, голод-переедание, это вот уже заложено в самой конструкции РПП. Но упражнение. Упражнение, да? Нет, не надо. Нет, не надо. Не надо, да. Итак, давайте мы сейчас соберем такой коллективный список. Есть продукты, которые условно вы считаете правильными, полезными. Вот этим бы питаться всю жизнь и было бы здорово. Ну вот, как думаете? Мы составим два списка. вода. Ну давайте все вместе так, чтобы собирать. Овощи, конечно же, да? Овощи. Овощи, да. Крупы, да? Крупы, ага. И изделия из них. Рыба, конечно же, да? Овся ли рыба? Да. Брюшки-семги такие вы? Можно, да. Сало. Сюда? Сыр. Ну, к мясу. К мясу. Сало. Сыр, да. Что еще? Что еще? Орехи, грибы. Орехи, грибы. Орехи, грибы. Давайте поговорим про грибы подробнее. Какие именно? Все грибы. Ладно. Да. Или сегодня у нас не эта тема, да? Да. Смотря для чего, да. Да, смотря для чего, да. Хорошо. Грибы же заменяют мясо, получается. Поэтому, если есть мясо, то нам не нужны грибы, я так понимаю. Мы сейчас собираем все группы продуктов, которые условно считаются правильными или полезными или хорошими. Фрукты. Фрукты мы... Ага, фрукты, да? Фрукты, ягоды. Зелень, да. Зелень, да. Да, еще. Все, да? Собрали. Как насчет красного виноградного вина? Отлично. Вино. Вино некрепленое, да? Сухое. 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 вино. Белый и красный. Ладно, ладно. Хорошо. Ну, так, примерно накидали группу продуктов. Хорошо. А вот есть продукты, условно говоря, неправильные, запрещенные, вредные. Ученые всего мира не рекомендуют их есть. Сахар. Вред, я пишу. Сахар, да. Манная каша. Я шучу, я просто и не люблю. Нет, ну да, есть, нет, есть мнение, да, что манная каша, она вредна. То есть, все крупы, да, но манка сюда. Кроме манки. Манка, видишь? Хотела затесаться. Сладкая газированная вода. Газвода. А что именно в фастфуде? Это же обширная категория. Картошка фри, что еще? Жареная. Гамбургеры, да? Картошка фри, да? Так, что там еще? Гамбургеры. Выпечка вся, да? Выпечка. Вот. Это практически... Особенно с корзиночки. Выпечка в том числе корзиночки. Конфеты. Из паравианта, да? Да, 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 да. Давайте без брендов. Могут быть вопросы. Престиж, да. Вы знаете, я так люблю с клиентами с РПП работать. Они говорят, вот у меня вот это. Я думаю, так, надо сходить и попробовать тоже. Мои клиенты знают толк во вкусных вещах. Так, корзиночки. Еще? Конфеты, да. Алкоголь. Алкоголь, да? Да, крепкие, сладкие, да, газированные, шампанское. Крепкий, да, крепкий алкоголь, да. Еще? Я не знаю... Ну, пиво. Окей, давайте сюда же пиво. Пиво, еще? Колбаса, да. Колбаса, да. Сосиски, да. Сливочное масло. Сливочное масло. Сливочное масло может быть и здесь, может быть и здесь, да? Зависит от дозы. А полночное все-таки больше туда. Можно? А если масло из кедровых орешков? Ну, растительное масло, да? Масло любое. Рыжиковое. Рыжиковое. Да, 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 да. Да, опять же, да. Растительное, да. Хорошо. Ну, кажется, мы собрали основные группы продуктов, да? Окей. Но это еще не все. Дай, пожалуйста, другой маркер. А ты его уже несла, да? Сейчас начинается самое интересное. Смотрите, общий миф, который существует у нас в... в массовом сознании, если можно так говорить, что вот... Надо есть вот эти продукты, правда, да? А вот этих всей силой избегать. Так? Да? Что вот если бы это убрать, все было бы хорошо. Ну, так ведь? Нет, мы не знаем, что нет. Да, да, да. Мы это запрещаем, а в кругу и все. Да, 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 да. А вот знаете, почему это происходит? Сейчас самый интересный момент в этом упражнении. А теперь давайте обратим внимание на эту группу продуктов и вспомним, какие у нас есть ассоциации, воспоминания, какие эмоции, телесные ощущения связаны с восприятием этих продуктов. Вот как приходит в голову. Поехали. Поехали. Природа, шашлыки. Я только что оттуда... Да, я про мясо. Природа, да. Так, шашлыки. Рыбалка. О, про реку. Вот, вот, рома, брача, вот, яблоки. Дача, лес, да. Дача, лес, да. Друзья, друзья. Лето. Так, еще что? Спорт. Спорт. Мясо и спорт, да. Спорт, да. Что еще? Правильное питание. Правильное питание, да. Красивая фигура. Красивая фигура, да. Красивая фигура, да. Что еще? Ожидание. Ожидание, да. Вот жду, жду. Когда же эта красота наконец-то придет ко мне? Ожидание, да. Что еще? И как-то все погрустнели, да. Ладно. Ну, окей. Теперь давайте посмотрим на эту группу продуктов. Какие ассоциации, воспоминания, образы, эмоции, телесные ощущения возникают, когда мы там сахар, газировка, чипсы, кола, пивасик, жареные куриные крылышки. Америка. Америка. Молодость. Молодость, еще что? Передание, лень, да. Тяжесть. Тяжесть, желудки, да. А до этого? Радость. Радость, вот оно, да. Радость, счастье. Что еще? Удовольствие, да. Запах. Вот выпечка не манит запах. Да. Ну, запах. Да, он же вкусный. Вкусный, да. Я прошу, если его не нравится. Вкус. Да, вкус. Что еще? Что насчет общения? Ну, тоже. А, ну, отдых. Кажется, отдых и общение гораздо больше связаны с этими продуктами. Ну, да. День рождения, праздники. Общение. Друзья, семья, да. Чемки. Ну, да. Семейный праздник, это что, да? Это большой стол, прежде всего. Там и коньячок, там и какой-нибудь гусь зажаренный. Ну, кого что, да? Торти, конечно же, да. Да. Друзья, общение, да. Фраза, которая стала крылатой, когда я читал лекцию в ОМГУ на ВКУ. Включите психологию, тоже по РПП. В гости с укропом не ходят. Да. Да, мы вам принесли. Это тоже, что установка уже определенная социальности. Конечно, конечно, да. Смотрите. У всех, конечно, свое деление вот это на правильное, неправильное, своя ассоциация. Но в целом, если мы посмотрим в сумме на что, то мы увидим, что те продукты, которые условно неправильные или вредные, они связаны с гораздо более интенсивными ощущениями, переживаниями. И здесь больше радости в целом. То есть, как это ни странно, да. И когда мы смотрим, с точки зрения выживания, в общем-то, большинство людей – это коллективные существа. То есть, для нас… С точки зрения НЛП есть, конечно, в этом большие сомнения, но так-то в целом, если мы берем классику, ценность принадлежности для многих людей – это на первом месте. Что я в семье, я в роду, я в трудовом коллективе, я с друзьями, я в этой тусовке, где мы занимаемся спортом, ну или еще чем-то, или ходим на рубалку. Вот. И ценность принадлежности опосредуется через ритуалы, которые связаны с этими продуктами. То есть, как только мы делаем у себя в голове деление, что вот это я не буду, а перехожу на это, во-первых, мы резко обедняем сенсорный поток. Знаете, люди, которые сидят на диетах, как говорят, постное лицо человека, да, вот эти уголки в губах. Я сижу на диете, да. Ну, вроде так, чувствую себя легко, но что-то жизнь не очень-то радует. Куриная грудка, кефирчик, да, и несоленая гречечка всю неделю. То есть, сенсорный поток отрубается здесь, ну, и он гораздо меньше. Плюс мы ставим большой противовес внутри. Есть индивидуальные ценности, я хочу выглядеть так, потому что, ну, я же листаю ленту Инстаграма, и вижу, как надо выглядеть, какие у всех кубики, какой надо быть к лету. И та ценность, которая гораздо более важна для выживания. Потому что, если у тебя есть плюс 10 килограммов, да, но ты находишься в хороших отношениях с семьей, с друзьями, с родственниками, конечно, ты выживешь. Если ты один или одна, мы генетически этого боимся, потому что много-много тысяч лет самое страшное наказание какое было? Изгнание из племени, да? Хорошо, если убьют сразу. Нет, а то выгонят с позором, и теперь иди потихонечку угасай. Да, это такая растянутая казнь. Естественно, что как только возникает вот эта ситуация, да, что мы запрещаем себе, мы создаем вот это напряжение, потом закономерно следует, что срыв, да, и запускается вот эта цепочка РПП. То есть контроль, я могу стирать, да? Вот этот патологический цикл, патологический цикл, то есть есть, условно говоря, какая-то цель, контроль, контроль еды, контроль веса, как каждое утро надо же бегать на весы, вставать, смотреть, вот эти все форумы, я помню, в одно время я читал, ой, ура, минус 200 граммов, ура, 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 ура. Через пару дней, девочки, у меня трагедия, у меня привес полкило, и такие грустные смайлики, там, сочувствие и так далее. Контроль, и мы знаем заранее, что в попытке, вот в попытке такого контроля сразу зашито, что? Закономерная неудача, за этим следует срыв. Срыв, конечно же. Срыв, какие следствия у срыва есть? Разочарование в себе. Не, ну так ведь, да, печально, да? Опять я не смогла удержаться на диете. Самооценка падает вниз. Она и так, да, потому что, ну, я не соответствую тому образу, который показывает. Между прочим, те образы, которые показывают, они нереальны для большинства людей. То есть 95% людей выглядеть как инстадивы не могут. Не могут. Потому что мы все разные. Одна из нормальных рекламных кампаний, по-моему, мылодав. Там, помните, показывали всяких женщин, да? Что мы все разные, мы все хороши в этом плане. Да, и вот они правильно сделали. Ну, то есть самооценка и так здесь страдает из-за этого сравнения. Здесь она еще падает. Человек какое-то время переживает, что потом? Он опять стремится прийти к цели. Опять вот этот контроль питания. Теперь я знаю новую диету. Та диета была слишком сложная. Вот теперь, наконец-то, диета, да? И плюс еще надо все-таки заниматься физикой больше, чтобы сжигать калории. За этим следует срыв. И вот это все по кругу, по кругу. В стратегическом подходе есть такая штука, что как только человек голодает, за этим закономерно следует переедание. То есть первое, что нужно сделать здесь, это прекратить над собой издеваться. Не надо себя зажимать в эти рамки. Тут возникает другой вопрос. Люди уже боятся еды, да? Начинают бояться еды. Вот это мне нельзя. Если я это съем, я растолстею. И пошло, и поехало. Бояться нужно голода прежде всего. Потому что если ты съешь что-то, не факт, что ты сейчас растолстеешь. Но если ты будешь голодать, это 99% вызовет срыв, и тогда ты точно переешь. И переешь гораздо больше, чем если бы съела здесь что-то немножко лишнего. То есть наша задача прервать голод. Для этого нужно нормально питаться. Есть план восстановительного питания Марша Херин. Да, то есть вначале нужно себя хорошо, качественно, вовремя кормить. Потом все остальное. Слушай, ну вот качественно и вовремя кормить как раз-таки приводит к лишнему весу. Ну то есть есть другая полярность, когда качель в другую сторону качается. Сначала мы сидим на диете, а потом у нас, собственно... Я про это и говорю, что, видишь, РПП, это вот, там зашит цикл. Контроль, срыв, контроль, срыв. Неважно. При большинстве случаев РПП такой цикл. Единственное, где вот этого цикла нет, это при анорексии. Там контроль настолько жесткий, настолько хороший, там немножко еще другая генетика у людей, что они могут, почти ничего не есть, и долгое время функционируют нормально. Я думаю, что вы слышали, есть такая штука, анорексия. Это тоже РПП. Одно из самых смертельных заболеваний в психиатрии. Люди там едят крайне мало. Они прямо теряют вес. Это заболевание, намного заболевание, расстройство. Намного больше распространено у девушек. У них, конечно, прекращаются месячные, у них потом начинает страдать иммунитет. И примерно 10% от тех, у кого этот диагноз поставлен надежно, в течение 10 следующих лет умирает от самой анорексии или от ее последствий. Ко мне периодически приходят такие клиенты. К счастью, выраженность частота анорексии не такая высокая в популяции. Противоположный полюс гораздо больше. Допустим, если мы говорим про нервную булимию, там почти до 2,5% молодых женщин. Ну, до 35. А анорексия – это тоже молодые женщины? Там вообще часто подростки. Подростки, ну так, 12, 15, 17 лет. Откуда это идет? Вот, мировой заговор. Вы видите, что этот цикл потребляет, я бы сказал, огромное количество жизни людей. Его просто выгодно поддерживать. Во-первых, нереальные цели. Во-вторых, вся индустрия, которая выстроена вокруг достижения вот этих нереальных целей. Только в Соединенных Штатах на средства похудения в целом это 40-50 миллиардов в год уходит. Миллиардов баксов. Не считая всяких операций, индустрии фитнеса, которая тоже, в принципе, выстроена вокруг этого. Я думаю, что это не всем понравится. Но это тоже, я считаю, что индустрия фитнеса – это невротическая конструкция, которая во многом поддерживает РПП. И когда ко мне приходят клиенты, с некоторыми из них мы беседуем, и я узнаю, что впервые человек предпринял попытку сидеть на диете, потому что тренер сказала, что ты занимаешься у меня уже два месяца, а результатов нет. Наверное, ты много жрешь. Ну-ка, давай, садись на диету. Я так думаю, спасибо тренерам. Благодаря ним у нас всегда будут клиенты. Слушай, ну, часть сейчас у нас внимания от фигуры ушло в омоложение. Еще ботексы, косметология и так далее, да? Да, это тоже непринятие реальности, что мы хотим быть где-то не там, где мы есть, как это предусмотрено природой. Как только человек идет против природы, он обязательно встретит что? Какие-то последствия, так или иначе. Ну, вот такая вот история с РПП. Давайте. Про питание понятно. Вот получается, вовремя. Что значит вовремя? Это определенно какой-то у каждого свой рацион? Ну, то есть, когда я росла маленькая, да, там школьница была, это был один. Когда ты уходишь, допустим, в институт, это там все знают другой рацион. Когда ты выходишь на работу, третий. Когда рождается ребенок, четвертый. Вот как вообще сейчас, ну, пусть в среднем нашем возрасте? Ну, в среднем, условно, для взрослого человека. Для взрослого человека. Что является относительной нормой? Во-первых, какое-то регулярное питание. Регулярно это означает раз в среднем, в три, в четыре часа. Идеальный вариант, конечно, если мы можем... Да, да, потому что у нас есть... Мы вообще живем пронизанными ритмами. У нас есть суточные, околосуточные, месячные, годовые ритмы. В том числе есть небольшие короткие ритмы, циклы насыщения голода. По идее, каждые три-четыре часа вся наша пищеварительная трубка, начиная от кончиков губ и языка, заканчивая задним проходом, она живет в своем ритме, что мы должны получить пищу, получить удовольствие, какое-то время посидеть, впитывая, расслабляясь и так далее. Вы ведь знаете, что когда человек ест, как только еда попадает в желудок, интересный факт, да? Вот у нас условно желудок, он очень густо оплетен кровеносными сосудами. Вот в наружной стенке желудка есть так называемые одноклеточные железы, опут-система. То есть это маленькие одноклеточные железы, которые создают, делают вот эти амины и такие биологически активные вещества. И они их создают, они же их разрушают. Как только пища попадает в желудок, эти одноклеточные железы выбрасывают в просвет кровеносных сосудов вещества, которые называются энкефалин и эндорфины. То есть у нас сразу меняется настроение, нам сразу становится лучше реально, физиологически. Это вещества, которые связываются с опиатоподобными рецепторами в головном мозге. То есть вот человек только начинает есть, сразу что-то вот происходит, мне уже похорошело. Это один из механизмов, почему переедание часто используется как быстрый, немедленный ответ на разные жизненные трудности. Потому что поел, стало легче. Да, там есть какие-то последствия, но мне становится легче, если нет других выходов. И большая трудность с перееданием связана с чем? Вот эти всеумные советы. Ну, если ты чувствуешь нервное напряжение, пойди, поделай физические упражнения. Фигушки. Шоколадка гораздо ближе. Не надо там ничего делать. Вот. Съела пол шоколадки, как-то отпустила. Чтобы пойти сделать упражнение, нужно усилие. Наш организм идет по пути, обычно, меньших усилий. Вот. То есть мы должны получить это удовольствие каждые 3-4 часа, некое физиологическое. Даже когда мы едим нормальную порцию еды, даже когда мы едим, условно говоря, правильную, хорошую еду, еда должна уйти, мы должны опять чуть-чуть проголодаться, почувствовать легкий голод, опять поесть, опять почувствовать удовольствие. И вот так вот каждые 3-4 часа в среднем. Это время зависит от того, какую мы еду ели, в каком объеме. Потому что есть еда сытная, есть не сытная. Вот та же манка, да? Можно 3 тарелки съесть через полчаса, опять у многих людей нет, потому что механического компонента нет. И в среднем нормальная еда должна включать, такая условно нормальная еда в среднем должна включать следующие компоненты. Это какой-то углевод, сложный углевод, крупа, овощи, например, пищевые волокна, опять же, овощи, фрукты, ягоды. То, что создает объем и то, что не уходит сразу, создает механическое насыщение. Кальций, содержащий продукт, который содержит биологический кальций. Обычно это молочные, кисломолочные или что-то связанное с соевым творогом. Видимо, ионы кальция дают дополнительный компонент к насыщению. Это выяснено опытным путем. И три дополнительные компонента, которые могут быть, могут не быть, но в плане марш и херен в обед, в ужин очень желательно, чтобы это было. Белок животного происхождения, то есть рыба, мясо, морепродукты, все что угодно. Яйца, красная икра на бутерброде. Это должны быть животные жиры или хотя бы какие-то жиры. Лучше животные, но растительные тоже могут быть. И плюс продукт или какая-то еда для удовольствия. А где, для удовольствия, там так и рекомендуется, что какая-то порция выпечки, несколько конфет, несколько печенюшек. Да. Для удовольствия. Представляете? Два раза в день. А где эту границу поймать? Если хочется, то и то, удовольствие. И все, и потом опять. Вот. А вот тут уже возникает большой вопрос. А почему тебе требуется так много удовольствия, именно пищевого, что ты не можешь себя остановить? Скорее всего, это опять из-за предыдущего запрета. Потому что если человек считает, что мне нужно вот столько-то, но если я съем на одну конфету больше, это трагедия мирового масштаба. Как только возникает жесткое ограничение, за ним всегда следует срыв. Как говорят Джорджио Нардоне, если ты себе запрещаешь, то остановиться потом невозможно. Джорджио Нардоне, это один из наших коллег, который занимается стратегической терапией. Невозможно. Да, извините, а получается, что вот модное веяние интервального голодания, оно неизбежно ведет к срывам, к срывам и срывам? Скорее всего, да. И голодание плюс срывов и переедания ведет еще к тому, что тормозится метаболизм, сетпоинт сдвигается вверх. Поверьте, и я, и мои коллеги эти истории слышали сотни раз, что человек худел за счет жесткого ограничения, потом набирал вес с небольшим прибытком. То есть в таком случае, если вот это идет тренд вверх, лучше, по крайней мере, прекратить это, хотя бы не набирать вес дальше, чем я опять предприму попытку. И через некоторое время оно может быть отсроченное. Это может быть год, два, три. Мое тело опять возьмет свое с небольшим добавком. Два вопроса. Давай. Смотри, если мы найдем такой механизм, когда нужно быстренько снять стресс, не держать шоколадку, а все-таки отправиться на прогулку, это тоже будет являться контролем? Ну, сходить, подышать воздухом, как раз-таки все-таки заставить себя сделать какие-то физические упражнения. Ну, может быть, и да, если это слово применимо. Может быть, мы скажем, это больше осознанность, и человек выбирает теперь другой путь. То есть мы не попадаем как раз в эту ловушку? Да, здесь под контролем я имею в виду ограничение питания, прежде всего. Ограничение питания плюс компенсации, которые предпринимает человек. Компенсация – это же тоже путь, который ведет к следующему переданию. Я сегодня съела много, завтра я пойду в зал и отпашу там тройную порцию, да, дам себе нагрузки. Как только у нас есть физнагрузка, первая реакция тела какая на нее? На физнагрузку, когда мы достаточно хорошо двигаемся. Конечно. Да, наше тело знает, что мы потратили энергию, нужно восполнить, да. Потому что много тысяч лет, может быть, миллионов лет наши тела формировались в процессе эволюции, и условия жизни были другими. Еды было мало, она была нерегулярна, она была неконцентрирована. То есть вот у нас выпечка сейчас, да, вот эти углеводы там съел, три пирожных съел и шоколадкой закусил, и вот тебе суточная норма калорийности. Да, за один только полник можно. Древнему человеку, чтобы вот столько калорий получить, приходилось съесть столько всяких корешков, приходилось только поработать, чтобы их достать. То есть не было такой еды концентрированной. У нас еда сейчас изменилась. Но наши тела приспособлены еще вот к тем условиям. Они реагируют на тот стресс, немедленная реакция. Они приспособлены запасать, на любой голод снижать метаболизм, потому что неизвестно, да, сейчас нет еды, будет ли она завтра, послезавтра. То, что мы ходим по улицам, видим, вот магазин с едой, еще один магазин с едой, для наших генов это ничто, это не убеждает. Ну и что, да, сотни тысяч лет, миллионы лет еды могло не быть, неделями, да, что у вас в магазин, это фигня, да. Опыт предков говорит совершенно о другом. Я думаю, что пока мы перестроимся биологически, это не один десяток поколений пройдет, если мы, конечно, еще выживем как человечество. Ну ладно, ваш вопрос давайте. Знаете, хотела спросить, вот в самом начале вы сказали про генетический момент. Ну действительно, его не просто не объехать, не обойти, да. И комбинация генов у нас у всех разная, понятно. На мам, пап, бабушек, дедушек мы смотрим. И если по молодости лет все как-то очень даже ничего, то когда мы становимся старше, ну в общем-то мы соотносим и понимаем, да, у меня там мама крупная, у меня там бабушка крупная, у меня там папа. Ну тут вот, как мы можем знать, что вот наше состояние это уже норма, или не норма по самочувствию, потому что у нас же еще у каждого своя история. Вот у меня, знаете, мама блокадница. У меня мои родственники по маминой линии все погибли в блокаду. Как вы думаете, да, моя мама воспитывала доедать, продукты запасать, вообще с раннего детства. Если мне сколько наложат в тарелку, я столько съем в гостях. А я и не могу, я просто всегда в гостях себе накладываю сама. Потому что если бы я съедала все то, что мне накладывали, я бы уже была просто даже не знаю каких размеров. И, ну, слава богу, как бы сознание все-таки как-то работает. Но вот мне вот этот вот момент, да, когда мы взрослеем, во-первых, возможно, с возрастом нужно менять, хотя вот эти привычки сложно менять, да, генетику не обманешь. То есть с возрастом-то что делать? И с привычками вот этими, да, даже, ну, нашими какими-то, знаете, такими укоренившимися. А вот мы, например, русские, все любим чаек после еды. Да, да. И не только после еды, и до еды. И вкусы, и вкусы, и вкусы на работе, давайте чай-то пить чаушку. Да, 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 обратите внимание. Там может быть несколько вопросов, даже в одном вопросе задал. На что ориентироваться? Очень хороший вопрос, на что ориентироваться. Первое здесь. Важно понимать, что все вот эти вот рекомендации, ну, может быть, кроме плана марша Херин, и там, это не жесткая рекомендация, там, как дорожная карта, вот такие-то группы продуктов, и ориентируйся, скорее всего, это тебе будет помогать. Вы же обратили внимание, что есть куча стилей питания, допустим, японцы, да, морепродукты, всякие овощи, да, русская кухня, ну и украинская кухня, да, там, какая-нибудь кухня народов севера, вот я работал в Якутске, они по-другому едят, да, там, жирное мясо, там, меньше пищевых волокон, но, в принципе, они живут там, и так далее. То есть, нет какого-то единого, вот прям идеального плана питания для человека. План питания человека в целом, то, что, как, сколько есть, соотносится, конечно, с тем местом, где человек живет, с климатом, с теми продуктами, которые здесь есть, есть естественные продукты на этом месте. Во-вторых, ваш образ жизни. То есть, сколько вам нужно есть, как, для того, чтобы вы не голодали, да, но и не переедали. И, конечно же, ваше самочувствие. То есть, если вам от этой еды плохо, это сигнал. Здесь есть такое хорошее слово – осознанность. Если все нормально, если бы, допустим, мы бы жили в идеальной ситуации, мы бы обращали внимание на свои телесные сигналы, ели бы тогда, когда хотели, столько, сколько хотели, спали бы, немножко работали, как это положено, как это заложено в нас природой. Давайте я вам расскажу историю со второго курса по нормальной физиологии. Нормальная физиология, начальник кафедры нормальной физиологии читает лекцию по нормальной физиологии, и как раз мы разбираем частота сердечных сокращений в норме, в покое взрослого человека 60 в минуту, да. Из них, вот он это говорит, то есть получается примерно одно сокращение в секунду. Из них на этот сердечный цикл значит, одна четвертая секунды приходится, собственно, на саму систолу сокращение и три четверти на диастолу, когда сердечные камеры расслабляются, при сердце наполняется кровью, делают паузу. И смотрят на нас так. Мы что-то, второй курс на 19-20, может быть, 22 года. Мы записываем, смотрим на него преданными глазами, изображаем, типа, ну да, мы все записали, давай читай лекцию дальше. А он молчит. Потом говорит, понимаете, что я хочу сказать? Ну, что тут непонятно, да, четверть секунды, там, три четверти секунды, все, давай, читай лекцию дальше. Он опять молчит. Мы смотрим на него. Он выдерживает паузу минуты две, наверное. До нас доходит, что в этом что-то важное. Тут он говорит, это я, говорит, к тому, что в природе устроено так, что отдыхать мы должны гораздо больше, чем работать. То есть, вот в таких, в идеальных условиях, да, немножко мы что-то поделали, у нас есть свободное время, чтобы даже мысленно не работать. Естественно, многие проблемы были бы решены сами собой, скорее всего. Но когда этих условий нет, то важный момент, осознанность. Вот то, о чем вы сказали, вы понимаете, что многие ваши правила, которые сидят, ты должна доесть, нельзя отказываться, и есть надо как следует сытно, сытно в нашей культуре, равно тяжесть, равно тяжесть здесь, это переедание. То есть, осознанность подразумевает, что вы подвергаете это сомнению. Так ли это на самом деле? Хорошо ли это для меня? И если нет, я возьму какие-то свои правила. Потому что, когда мы работаем с клиентами с РПП, особенно с подростками, особенно те, у кого есть какие-то аноректичные компоненты, я иногда так и говорю, что РПП для тебя, как злой дух, который сидит у тебя. Сейчас у меня несколько таких клиентов есть, мы прямо используем эту метафору, которая сидит у тебя где-то там, которая нашептывает тебе, что ты должна, это не есть, ты должна себя так ограничить. Это злой дух, который ставит перед твоими глазами искажающую линзу. Ты смотришь на себя и кажешь о себе плохой, что тебе еще нужно похудеть. Я говорю, наша задача разобраться, где твой голос и где твой взгляд, чьими глазами на себя ты смотришь, а где это вот искажение от этого условно злого духа. То есть, вы задаете вопрос, это мое решение, это я так хочу, или это голос мамы, это голос бабушки, голос моих предков, которые много лет голодали, погибли от голода. И вот этот страх, он уже передается, в том числе, через поколение. У меня бабушка прожила войну, я помню это, доедай, нельзя было оставить на тарелке что-то, потому что для нее, вот в ее ценностях, потому что она проживала голод, что-то оставить, это немыслимое было, надо было все доедать. Да. Да, 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 да. 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 Что будет голод, да, да, да. Правда, я не побежала за сахаром все-таки, хотя бы вам драмчиков прикупила, вот так, ну, чтобы немножко свою дипу, так сказать, да, 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 да. Хотя у меня ее когда-то не было практически, вот, и это сразу, прямо в глубине, такие вещи возникают, совершенно не может ничего не поваливать, страшно, страшно. Да, да, потому что без специальной работы, если человек даже не задумывается, откуда у меня, это мое или нет, естественно, оно будет находиться под влиянием всех этих установок, не своих. Они так идут из поколения в поколение. И второй момент в осознанности, вот телесное самочувствие, вот когда я так ем эту еду, как я себя потом чувствую, хорошо ли. И в нашей культуре, опять же, и по опыту моих клиентов, наелся или наелась, хорошее насыщение равно тяжесть в желудке. Отметьте, да, хорошо поел, уф, уф, да, хорошо. Это не насыщение, это уже переедание. В нашей культуре это зашито прямо, что ты должен поесть так, чтобы там было ого-го, сколько. Это переедание, там всегда есть лишняя еда. То есть нормальное насыщение, это некое удовольствие плюс чувство легкости, что еще нет вот этого дискомфорта, что вот еще один кусочек упадет, уже будет не то. То есть есть стратегия интуитивного питания, которая встраивается, которая изучается, но проблема в том, что чтобы прийти к интуитивному питанию, многим людям нужно вначале разобраться с РПП, погасить его, и только потом идти к интуитивному питанию. Потому что если у человека есть РПП, он идет на интуитивное питание, высокие шансы, что человек испугается. Блин, я опять жру. Нет, к черту, это все, надо сидеть на диете. Блин, дура, зачем взялась за эту ерунду? Вы предупреждали, что нет, есть нормальные диеты, все, опять на диету сяду. И весь этот цикл длится и длится без конца. То есть нельзя из одного цикла, из РПП, аккуратно перейти в интуитивное питание, как-то осознать это и постепенно перейти на интуитивное питание? Вот по поводу осознания, я бы хотел сказать, что осознание должно быть подкреплено действием, что просто осознание ничего не решает. Нужно не только осознать, но и это осознание затвердить, или действовать, и тогда возникнет осознание. Кстати, в стратегическом подходе, мы немножко по-другому с клиентами работаем, мы их побуждаем к действию, человек делает что-то и потом осознает, что с ним произошло. Даже если не осознает, ну проблема решена, и ладно. Вот. человек должен действовать в любом случае, и тогда можно из этого цикла уйти, его можно прервать. Ну вот действия, смотри, например, поиск каких-то новых удовольствий, не через еду, а через получение удовольствия. Это что может быть? Спорт, секс, смех, общение. Это же может быть тоже удовольствие, да? Одно заменить другим. Ну да. А также, допустим, семейные всякие празднования, мы все боимся Новый год, потому что это оливье, да? Наверное, у всех масленица, вот это вот прекрасное действие, да? То есть, когда мы в семью вводим новые привычки, новая философия питания, да? Постепенно. Да. Не радикально, а постепенно. Это действие уже? Ну, это действие, только это действие, которое сталкивается с сильным сопротивлением. Как обычно бывает с женщинами, которые меняют такое обычное хаотичное питание на правильное питание. Вот она покупает себе обезжиренное мясо, грудку. Что потом происходит? Она приходит, дети все съели. Я же говорил, вот это мамина лежит. Мама, мы забыли. И все, да? Или через некоторое время муж говорит, слушай, хватит уже, у тебя рожа постная. Заканчивай свою диету, видеть тебя не могу. Такой, давай ешь нормально вместе со всеми, да? Или, вот, у нее отдельная еда, там все вымерено, по калориям высчитано, она садится. И вот они тоже приходят, мы с тобой будем чай пить. Достают эти пирожные, кусочки тортика. Конечно. То есть, здесь сталкивается, смотри, проблема в чем? Здесь сталкиваются личные ценности, личные ценности, и ценности принадлежности, против них трудно переть. Поэтому, по-хорошему, если у человека РПП, здесь нужно со всей семьей сразу работать, чтобы все менялись. И нужно понимать, что идеального порядка никогда не будет. Люди, которые стремятся к идеальному контролю, обязательно получают срыв. То есть, для того, чтобы было питание более-менее нормальным и упорядоченным, должно быть обязательно некоторое нарушение. То есть, маленькие нарушения, которые поддерживают глобальный порядок. Как бы это ни странно было. То есть, человек должен съедать какие-то вредные продукты периодически, должен есть что-то для вкуса каждый день, несколько раз в день, должен четыре вкуса получать за один прием пищи, а лучше за два, лучше за три. Иначе, вот этот сенсорный дефицит возьмет свое. По поводу напряжения, по поводу эмоционального переедания. Когда говорят, что ты ешь сладко, значит, тебе не хватает секса и так далее. Но это плохо работает. Но если не хватает секса, где его взять сразу? Тут такой вопрос, да? Да. Понятно, что поесть проще, чем заняться сексом. Потому что для секса нужны специальные условия. Я разные варианты накидала, все что можно. Да. Да, да, да. Там обычно есть какие-то тревожные вещи, с которыми мы можем работать. Но до этого нужно дойти. Понимаешь, что я беспокоюсь из-за чего-то. И вот это беспокойство, которое меня съедает, я пытаюсь это двинуть в сторону, отлечься. Кто-то ест. Кто-то ест. Но стратегия работы с тревогой тоже есть. Но это не то, что там вышла, прогулялась, промедитировала. Обычно люди знают, что я спокоен, я спокоен. Так, черту, ни хрена я не спокоен. Вот. Понимаешь? То есть вот та осознанность, о которой ты говоришь, это хорошая идея, но трудная в практике. Это обычно никогда не работает. Я не знаю почему. Может быть, потому что это без нас, без специалистов. Вот так, да? А вот когда специалист помогает, тогда работает лучше. Я просто хотела подытожить вот момент. Если, например, начать вот этот контроль, если убрать, или традиции, вернее, в своей голове, вот допустим, сажусь кушать. Да. И если, например, я поняла, что я насытилась, то есть моя осознанность в голове, да, происходит, и я не беру эти старые традиции, то, что надо доесть, оставить тарелку чистой, я откладываю, и все. Это будет действием моим, как бы побуждением к нормальной ситуации. Ну, то есть в смысле, что угодно. Это же не будет потом в срыве, в расстройстве, там, да, каких-то там своих. То есть, если вы способны на это, если вы, допустим, начинаете есть. То есть контролировать постоянно, вот здесь и сейчас, да? То есть какие-то вот. Внимание. Я бы сказал, внимание, не контроль. То есть вы не знаете заранее, сколько вам надо. Вот вы по привычке положили эту тарелку, и теперь вы спокойно идите. Первое правило для нормальной еды. Еда должна быть едой. Понятно, о чем я говорю? Ну, да. У нас сейчас как едят? Тут работает телевизор, тут прыгают дети, еще телефон постоянно плимкает, да, человек все время отвлекается. То есть в условиях, когда есть внешние сигналы, очень просто пропустить сигналы отсюда, изнутри. То есть еда, пусть это будет у вас 15 минут, условно говоря, как медитация. То есть вы едите, вы чувствуете, вы обращаете внимание на ощущения, и все, и больше ничего. Ни книга, ни телевизор, ничего. Тогда, да, тогда вы, скорее всего, ловите этот сигнал, что вот что-то уже, да, вот сейчас еще немножко съем, и уже будет не тот комфорт, который есть. Вы останавливаетесь, вы смотрите на это, у вас какая-то внутренняя борьба. блин, да, что делать, да. Если вы продолжаете таким образом несколько месяцев, через несколько месяцев вы начинаете накладывать себе меньше сразу. Вот. Еще проходит несколько месяцев, вы начинаете покупать меньше продуктов. То есть это такое... То есть это работает? Вот в таком случае, да, маленькими шажочками, крохотными, да, но надо понимать, что это не быстро. Что это не быстро. Просто когда говорят, вот должен съесть, сколько у тебя там в ладошку помещается, да, то есть или там в полстакана, то есть, ну да, я вот так смотрю, думаю, я же не наемся, да. То есть это такое осознание, что я, ну нет, я же это люблю, я хочу, это больше съесть. Да, то есть у вас, вот как раз то, о чем мы говорим, то есть у вас есть вот здесь некая модель, которая заложена, скорее всего, не вами, что нужно съедать столько, чтобы ты наелась, должен быть такой объем и так далее. Мысленная модель, которая убирает сторону ощущения, и вот то, о чем вы сказали, это хорошая идея. То есть если у вас, допустим, нет РПП, ну или там нет особых проблем, вы можете вернуться вниманием к ощущениям и ориентироваться на них. И тогда вы обнаружите, что, скорее всего, столько еды не надо, что вот это действительно не нужно доедать. Там другие вопросы возникнут. Куда это девать? Что я теперь буду готовить, в каком объеме? Ну вот. Спасибо, да. Да, вот так шаг за шагом. А еще тогда момент про то, что мы говорили про семью, и если, допустим, ну я вот сейчас то, что про себя, а если есть ребенок, да, и мы говорим о его привычных вещах, если я люблю одну пищу, а он любит другую, да, то есть как привлечь его к своей пище. Ну, допустим, я люблю больше овощей, он нет, он не будет. У него у нас обычно это гречка, там, макароны, ну мясо понятно, да, то есть потому что мальчик там это любим, но вот все такие гарниры, это получается более насыщенно. Но я, конечно, не могу удержаться, я понимаю, что я вкусно там приготовила, тоже съем, но как его привлечь к тому, что овощи тоже иногда есть, он не любит, ему 12 лет. Да, это уже сложный вопрос. Детей помладше можно привлечь к тем, что мы говорим им. Ты еще недостаточно взрослый, чтобы есть эту пищу. Вот у меня сейчас шестимесячный ребенок, уже довольно активный, ему уже все надо, что едят взрослые, он уже прям вот забирает все, всех все хватает, да, то есть вот это благоприятный период. Но может быть с 12-летним это тоже сработает, сказать, что овощи, ты знаешь, вот это только для взрослых. Может быть сработает, а может быть уже и нет. Я просто понимаю, что жду иногда моменты, что рано или поздно вкусовые качества изменятся у него. Но то, что мы говорили про радость, вот когда мы говорили о Кока-Коле, там бургеры, это то, что доставляет сейчас молодежи, ну то есть такое, какое 12-летним, да, это вот как раз их общение, то есть вот идеология, радость, то есть какой-то там. КФС, да. Да, да, да. И они как бы подвержены этому, как это изменить. Это же его радость, это его обычная жизнь, обычная среда. Да, да. То есть вот, а ты приходишь, ну тут же котлетка, вот тут пюрешечка, ну я там где-то уже с друзьями попил Кока-Колу, и мы не хотим уже дома ничего есть. Мне кажется, если вы будете активно вмешиваться в эту ситуацию, он будет ненавидеть вас и правильную еду гораздо быстрее, гораздо больше. Поэтому один из таких вариантов, ну оставьте его в покое, пусть он ест. Когда хочет, сколько хочет, не заставляйте доедать, не заставляйте есть вот это лишнее. Я почему про укроп всегда говорю, да, почему я про укроп часто говорю, часто его вспоминаю, в детстве меня перекормили укропом и петрушкой. Действительно, все эти блюда с укропом, потому что это правильно. Я вырос на земле, у нас до сих пор примерно 20 соток у папы два дома и 20 соток сада и огорода, и там это все растет. Я вот до сих пор знаю, что укроп – это правильная штука, я его не люблю. Если есть возможность, я его никогда не буду есть, ни укроп, ни петрушку, понимаете. Ну вот так вот, потому что этот вкус – это вкус того, что ты должен делать. Прямо как у меня у сына, да, петрушку вообще никак. В огороде так вот может пощипать, ой, вкусно, бегая пока голодая. Да, и все, да, и оставьте, пусть так будет, да. Спасибо большое. Скажите, а вот эти вот вечерний прием пищи, вот это женщины за два часа до сна, за три часа до сна, и вообще, почему так именно вечером-то хочется есть? Да, почему хочется есть вечером? Первая причина. Наш нормальный биоритм сейчас сильно сдвинут, ну вернее, он сдвинут по отношению к нормальному биоритму. Обратите внимание, мы сейчас ведем не сельскую жизнь. Сельская жизнь какая-то? Мы встаем по солнцу, ложимся по солнцу, по солнцу. Сейчас мы так не делаем. Зимой мы встаем, когда солнце еще спит, мы встаем ночью, по сути, биологической ночью. Нам надо что-то поесть, а есть неохота, в себя приходится запихивать. Ну и что там? Кофе, печенька, потом мы приезжаем на работу, большая часть людей. Что на работе происходит? Наше внимание направлено вовне. Мы видим и что-то слышим. С точки зрения физиологии, сигналы внешние, они гораздо более важны для выживания, чем внутренние. Потому что нам важно заметить опасность как можно раньше, как можно дальше. Потому что если, как я говорю, саблезубый тигр жарко дышит тебе в шею, это, скорее всего, то и последнее ощущение, которое ты почувствуешь. То есть тебе важно его заметить, когда он там за 5 километров и свалить отсюда. Или когда там какой-то пожар. Так? То есть на работе, допустим, все эти клиенты, коллеги. У нас внимание через зрительный канал, через слуховой канал направлено вовне. Поэтому мы какие-то сигналы голода пропускаем, сигналы насыщения пропускаем. Нам не до этого. Офисное питание еще один фактор. Какое? Как правило, оно не качественное. Там постоянно вот эти. Давайте чай попьем, давайте чай попьем, давайте чай попьем. Мы пьем чай с чем? Печеньки, лапша, какие-то сладости. То, что не дает долгого хорошего насыщения. И получается, что мы за день, условно говоря, копим голод и наше внимание вовне. А вечером, когда мы возвращаемся домой, в более спокойную атмосферу, внимание чуть-чуть вернулось внутрь, и мы чувствуем этот большой голод, который уже накоплен. И под воздействием этого голода что начинается? Мы едим. Едим и очень быстро и усиленно, потому что под действием голода это наша нормальная реакция, есть как можно быстрее, пока есть еда. И мы пропускаем насыщение. Первый сигнал насыщения, потому что есть механическое насыщение, есть химическое. Да, мы чувствуем, что вот да, что-то туда упало, но чего-то не хватает. А не хватает как раз химического насыщения. Оно наступает позже, минут 5-10 спустя, потому что пища должна из желудка пройти в 12-перстную кишку, в тонкую кишку, ферменты должны ее порезать на мелкие кусочки. Эти маленькие молекулы, которые проходят сквозь стенку кишечника и кровеносных сосудов, должны попасть в кровь, упасть на хеморецепторы, которые измеряют концентрацию, что жирные кислоты есть, глюкоза есть, аминокислоты есть. Вторая фаза химическое насыщение теперь есть. Вот мы наконец-то оно наступило. Ой, что-то здесь тяжело. Это обычный механизм. То есть человек в течение дня плохо себя кормит, вечером переедает. Типичнейшее, типичнейшее. Нормально себя кормить днем. Нормально. Это первый шаг. Да, вот эти, знаете, идеи. Иди попей, водички тебе поможет. Хотел бы я увидеть того, кто голоден, пьет воду, ему это помогает. Это не помогает. Сергей, ну тут еще тема тревоги, которая в течение дня человек зачастую не замечает, а вечером как раз-таки он с ней сталкивается, поэтому, ну как, дополнительно еще психоэмоциональное состояние. Ну это тоже. Ну это тоже, да. Но начинать нужно с базовых вещей, потому что первое, что люди, приходят иногда и говорят, вот у меня там с головой непорядок, я что-то много ем. Да у тебя не с головой, у тебя с телом непорядок. Ты себя морешь голодом, пока мы не уберем голод, пока мы не наладим нормальное питание, про все остальное, про эмоциональную еду, еду для удовольствия и так далее, нет смысла говорить, потому что если есть голод, человек будет есть и будет переедать, скорее всего. То есть нужно начинать с базы, с базы, кормить тело нормально. Потом уже, да, если для тебя переедание это еще и тревожный компонент, тогда с тревогой мы разбираемся. Да. Но никак иначе. Ну, наверное, самый еще важный вопрос, то есть если мы, взрослые, сами можем разобраться с этим, ну то есть убрать голод, переходить к осознанности, что делать с детьми? Вот как распознать, что у ребенка может быть расстройство пищевого поведения? Особенно у подростков, особенно у подростков, да. Если вы видите, что в течение короткого времени что-то поменялось кардинально, то есть, например, до этого вы с ребенком, ну, ребенок сидел при вас, ел, там, ковырялся, что-то ел, что-то не ел. Теперь ребенок не ест вместе с вами. Вы замечаете, допустим, как можно узнать о том, что ребенок переедает остатки еды, вот эти всякие фантики под матрасом, под кроватью, внезапно это оказывается где-то в мусорном ведре, причем дети это прячут, прячут от родителей, потому что РПП это такой тайный друг чаще всего. Переедание, это же стыдная вещь. Люди про это не очень любят рассказывать, особенно своим близким. Ты знаешь, я вот переедаю, а потом еще вызываю рвоту. Да никто про это не говорит. Это происходит наедине со всеми. Наедине с собой, вернее, без всех. То есть какие-то остатки еды. Средства, которые могут использоваться для похудения. То есть мочегонные, слабительные, если вы видите остатки этих упаковок или, может быть, сами препараты, для чего они вашему ребенку, если есть. Потом очистительные процедуры. это переедают, вызывают рвоту достаточно часто. Ребенок после еды бежит в туалет, какое-то время там заседает, все время шумит вода. Что он там скрывает или она что там скрывает? Запах, вот этот кислый запах рвоты после того, как ребенок выходит из туалета, может быть. у детей меняется интерес. Они внезапно начинают интересоваться едой, как приготовить. Они ищут правильное питание, начинают вам что-то говорить, что вот это можно, это нельзя, зачем ты ешь булки и прочее, прочее, прочее. То есть что-то в отношении еды меняется. Меняется отношение с собственным телом. То есть ребенок начинает стесняться, не показывается вам в белье, не ходит вместе с вами. Ну, если были такие традиции в баню, в бассейн, начинает носить какую-то мешковатую одежду, чтобы скрыть реальный или воображаемый набор веса или наоборот снижение веса. Ребенок начинает потихонечку ограничивать свое общение, меньше выходит из дома. Нормальные дети, что они всегда ищут компанию, особенно в подростковом возрасте. Это потребность этого возраста быть в какой-то стае. Ребенок с РПП начинает уходить. ходить в более тесное отношение со своим другом, в кавычках, с РПП, и социальная активность страдает у детей. Либо наоборот, вот тоже такой момент, до этого ребенок у вас, скажем, был не особенно привержен спорту, а тут начинает гулять, целыми днями ходить туда-сюда. Это, кстати, одна из типовых стратегий компенсации. Чтобы не есть дома, чтобы не видеть еду, я хожу, у меня такие клиенты были, которые целыми днями или все возможное время гуляют, чтобы только не видеть этот соблазн. Вот. Или наоборот, чтобы, условно говоря, сжигать в кавычках всю, ну, всю ту еду, которую съели. Вот. Ну, пожалуй, из наиболее таких типовых признаков. Тут тоже как-то приходила семья, там с парнем была история, что внезапно полюбил спорт, ест только куриную грудку и гречку несоленую, и каждые 30-40 минут он отжимается, отжимается, отжимается. То есть, такой, знаете, резкий интерес к физической активности. Да, это тоже признак РПП. Мы же помним, что суть РПП сверхконтроль, сверхконтроль и все, что делается для этого. Может ли это пройти само? Ну, то есть, ребенок израстет как-то? Иногда может, Такое тоже бывает. Или? Или умрет, как при анорексии. Или будет страдать дальше. Что делать? Может, может, не обязательно всю жизнь это будет, может и пройти, но это редко. Что делать? Конечно же, взять ремень и сказать, ну-ка, все, хватит придуряться, ешь нормально. Так и происходит очень часто. Я шучу. Понятно, что это шутка, так не надо делать. Ну, такой, самый простой и экономный вариант это обратиться к специалисту, чтобы обсудить с ним, с ней стратегию, что вообще делать с ребенком, как быть, вначале самим сходить. Не трогая ребенка, а сходить... Потому что если вы начнете, там, что с тобой происходит? У тебя РПП, давай признавайся быстро, зачем ты жрешь и потом блюешь? Конечно, ребенок скажет, вы что? И будет скрывать это еще более тщательно. Сходить к специалисту, сказать, мы видим вот такие, такие, такие признаки. Один признак это еще ничего не значит. Но если их несколько, если это длится какое-то время, вы видите, что ребенок начинает страдать. У него общение сокращается, успеваемость страдает, какой-то... Ну, вот не такой. Обсуждайте со специалистом. Иногда можно работать косвенно, даже не приводя ребенка. Есть подходы, которые позволяют достаточно сильно повлиять, чтобы помочь ребенку. Если ребенок более-менее взрослый, и у вас достаточно хорошее отношение, вы это с ним, с ней можете обсудить, прийти вместе и работать. Экономный, потому что это по времени быстрее, по нервным клеткам это намного дешевле, чем если там все, давай, жжи, нормально, все, хватит уже, сколько можно там. Мы таким способом получим только полярную реакцию. Конечно, ребенок будет сопротивляться, хитрить и так далее. А как мы, родители, можем способствовать вот этому РПП? Важный момент, да. Смотрите, вот идеал, недостижимый идеал. То есть, все разговоры, в кавычках, жирные разговоры в семье, есть интересная статистика, почти в два раза сам факт наличия жирных разговоров повышает риск развития РПП у детей. Что такое жирный разговор? Это разговор о том, что это правильно, это неправильно, булки не надо есть, сахар не надо есть, а если будешь много есть, вот как твоя тетушка, у тебя жопа будет большой, да, и будешь не вмещаться в дверь. Так же говорят. То есть, одно только это, способно фиксировать внимание уже на теле, на питание, и создавать вот это невротическое напряжение. Не обсуждать тела других людей, не обсуждать тела детей. Многие из моих клиентов говорили, что я впервые столкнулась с этим, когда мне начали дома говорить, что-то ты разъелась, а ну-ка, может быть, тебе на диете надо посидеть, а ну-ка, это ешь, это не ешь. То есть, как только мы это начинаем делать со стороны, мы встречаем сопротивление, потом мы встречаем разочарование в себе, естественно, и этот цикл запускается. Не вовлекать детей в свои диеты, похудения, в правильный образ жизни, если ребенок прям это не хочет. Не говорить даже о других людях, что вот, а вот посмотри, вот видишь, какая она там, да, вот она, наверное, в спортзал ходит, качается, какая она стройненькая, потому что за этим даже, если мы больше ничего не говорим, есть в скобочках, а вот ты, да, ребенок все равно это улавливает, то есть, вот это не надо. Лучшее, что мы можем сделать для детей, что это любить их и говорить им об этом, говорить, что вот такой, такая какая ты есть, вот мы, я, мы тебя любим, ты для нас любимый ребенок, точка. Не важно там, какой у тебя живот, ноги, бедра, щеки и так далее. Вот это, наверное, самое простое, что мы можем сделать. вот. Вот. Детей не ушли, я сама просто работаю, я детский психолог, очень сейчас участились случаи обращения с детьми, 4-7 лет, отказ от определенного, сужения рациона, то есть, ребенок в 2 года ел, чуть ли не уже все попробовал, нормально питался, нормального был веса, и начинается отказ от продуктов, и сужение, сужение рациона остаются либо на сладостях, как правило, либо прямо, знаете, ну вот, последний, вот у меня был мальчик, у него был рацион, сладости, газировка, он даже воду не пил уже, и из обычных продуктов, хлеб, сыр, и какая-то каша, вот знаете, намешивалась детская, совсем лялишная, ему уже был пятый год, и рацион все продолжал сужаться, вот, это... Возможно, что это признаки какого-то рано начинающегося большого психоза, или это расстройство личности, ну, это прям серьезные вещи, нужно к психиатру, да. Да, к психиатру-то я их направляю, но на фоне препаратов, на фоне препаратов, если, ну, я работаю в поведенческом подходе, то есть вот с этим ребенком я работала месяца, наверное, четыре, и, ну, расширилась у нас только до манной каши, потому что манная каша была похожа на его кашу, мы заменили, потом он стал пить воду, стал есть некоторые фрукты, как раз был Новый год, он добавил мандарины, и что-то еще, так, по-моему, так, сыр у него и был, еще что-то из фруктов, банан, банан вот еще появился, я понял, я понял, ну, за, за, это мы работали три месяца, очень, очень трудно с этими ребятишками, работать, если еще рацион не сильно сужен, тогда там чуть полегче, но сейчас этих детей довольно много становится. Да, и эта проблема, знаете, в чем, в том, что РПП молодеет, что уже дети, которые ходят в садик, они между собой обмениваются, говорят о том, что не надо есть булки, не надо есть сахар, иначе ты будешь толстая, а это плохо, даже у детей есть искаженный образ тела, и это на них влияет, что здесь деталей не так много, но есть какая-то семейная модель, потому что если пятилетний ребенок ест только сладкое, ест только сладкое, пьет газировку, всегда вопрос, кто ему это позволяет, откуда у него эта газировка, откуда у него это сладкое. Видимо, родители эту систему поддерживают, тут важно еще работать с родителями. Ну да, это, знаете, вот пример такой родительской слабости или родительского попустительства. Как это он отказался, это мы ему позволили, мы пошли у него на поводу. Я не верю в то, что пятилетний ребенок вот так взял, отказался, сказал, все, я теперь буду пить только кока-колу, да, чай пить не буду. Это родители, которые потакают, очень сильно потакают. Ну, в саду эти детители они ничего не едят, кроме, там оставился хлеб, и в саду, и чай. Или, ну, кто-то пьет воду, кто-то не пьет, либо сладкий чай. Но они действительно, ну, то есть он целый день, и Олег думал, что он будет что-то, да, да, бедные дети, которым позволяют занять главенствующую роль в иерархии, они от этого страдают, и все остальные страдают. Да, 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 да. Задача родителей здесь снять их с педестала, посадить на соответствующее место, может быть, жестко, может быть, мягко, с любовью, конечно, но сказать, что мы здесь главный, ты будешь есть то, что мы считаем правильным, вот так или иначе. Я уверен, когда родители заодно, когда они правильно настроены, никакой ребенок не может устоять. Никакой. Когда ребенок ведет себя вот таким образом, и все вокруг него пляшут, значит, ему это позволяет. Но эта роль тяжела для ребенка. Невыносимо. Поведенческий подход я поддерживаю, да, что там объяснять. Через поведение что-то дойдет, скорее всего, даже не будет осознанно. И, конечно, работа с семьей. То есть нужно родителям доносить, что, смотрите, это вы, это ваша ответственность. Это не ребенок, это вы. Это вы прежде всего должны вот то-то, то-то, то-то сделать. Конечно, конечно, да. И пряники, и газ вода, и все остальное, да. Да. Ну, вот так. Наше время подходит к концу. У нас вопросов в комментариях нет. У вас есть еще последний шанс задать вопрос нашему спикеру, если есть. Окей. Ну что, сегодня у нас задача была прям раскрыть, приоткрыть, наверное, завесу тайны. Мне кажется, каждый второй человек сталкивается так или иначе с какими-то очень странными пищевыми привычками, особенно женщинам. Чаще всего очень сидим на диетах. И, собственно, эту философию, возможно, и несем дальше, да, своим детям. Я думаю, что если у вас все-таки появятся какие-то мысли, можно будет оставить под трансляцией, либо написать Сергею. Сергей ответит, да? Да, да, да. Да, да, я есть в ВК, в друзьях Ольги, кто-то у меня уже есть в друзьях. Ну, Сергей Гудков вы наберете, я есть в ВК, в Фейсбуке, в Инстаграме, ну, везде, да. Добавляйтесь в нашу группу, собственно, по трансляции можно продолжить это общение, ну, и также следите за новостями, за нашими. Дальше у нас также будет обсуждение на другие очень важные актуальные темы, которые касаются наших детей, ну, и, собственно, безусловно, нас, взрослых. Спасибо за то, что вы инвестировали сегодня это время в свой выходной день для того, чтобы обсудить тему расстройства пищевого поведения, непростую тему, с которой, я думаю, что уходящий унесет с собой массу вопросов, как минимум, да, на подумать, на потом. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей, это самое важное. Благодаря кому у нас сегодня состоялась наша встреча. Я думал, благодаря тебе ты же организовала. Ну, за то, что ты позволил, как минимум, да. раскрыть эту тему. У Сергея, напоминаю, есть несколько книг, те, которые касаются, Сережа, может, два слова скажешь о пищевом поведении этой книги? Этих книг уже нет. Их не выпускают, и их уже нет, да, давным-давно. Вам не повезло. Я надеюсь, что будет очередная книга, одна из очередных книг по РПП, да? Да, может быть, и она будет как раз больше, наверное, для родителей, ну, или в том числе для родителей, такая обзорная хотя бы по РПП, что это такое, на что обращать внимание, что делать, хотя бы самые-самые базовые вещи, именно по РПП, потому что те первые книги, они были немножко другие. Вот так. Окей. Хочу поделиться открытые жиловые диалоги. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин